Более 12 миллионов рабочих мест было создано в Китае с января по ноябрь текущего года. Это на 2 миллиона больше, чем было запланировано на весь 2016 год. Данное опубликовала Китайская академия общественных наук в синей книге о социальном развитии. Особое внимание аналитики уделили исследованию трудоустройства молодых специалистов. Так, одна треть будущих выпускников планирует связать свою жизнь с машиностроением, финансами или медиа. Если, к примеру, студенты медвузов после учебы хотят работать по специальности, то историки или выпускники сельскохозяйственных направлений хотели бы работать в других сферах. Кроме того, в синей книге опубликован анализ развития среднего класса. На данный момент людей со средним достатком в КНР 37,5%. И эта цифра стремительно растет из года в год. Также стремительно сокращается и разрыв в доходах городского и сельского населения. 2016-й стал первым годом 13-й пятилетки. По мнению экспертов, во многом именно, а сейчас заглатывается фундамент будущего социально-экономического роста в стране. Доходы жителей городской и сельской местности Китая продолжают расти. И численность населения со средним уровнем доходов также становится все больше. Объем среднего класса сильно увеличился по сравнению с прошлыми годами. Это стимулирует экономическое развитие и укрепляет социальную стабильность. И это стимулирует экономическое развитие и укрепляет социально-экономическое развитие.